Всем привет! И сегодня у нас будет максимальный бюджетный зарядник для литий-ионных аккумуляторов 18650 и для него нам потребуется вот такие зарядные платы для литий-ионных аккумуляторов для каждой ячейки отдельно. Это самые дешевые платы на Алиэкспресс, то что я нашел. Продаются они сразу по 10 штук с ценой 160 рублей. То есть одна платка стоит 16 рублей. Нам потребуется 4 таких платы, соответственно это 64 рубля. Данная зарядная плата имеет входное напряжение 5 вольт, выходное 4,2 вольта и выходной ток 1 ампер. Также каждый из модулей имеет свой разъем microUSB. Вот такой слот на 4 ячейки аккумуляторов 18650 с подписями где плюс, где минус и торчащими контактами для подпайки проводов для каждой ячейки отдельно. И его цена на Алиэкспресс 95 рублей. И еще что нам понадобится, это конечно же корпус. Я взял от сломанной ТВ приставки для цифрового телевидения. Вы же можете взять обычную коробку, хоть деревянную или сварить железную. Можно контейнер для еды. Чем необычнее корпус, тем интереснее будет. Ну и пожалуй начнем. Для начала очищаю и обезжириваю этот корпус, а то он валялся непонятно где. Отворачиваю два болта крепления его, вытаскиваю все лишнее. Вот так выглядит плата приема цифрового телевидения. С нее ли зарядника нам ничего не пригодится. Хотя возможно пригодится вот этот разъемчик. Далее приложив слот аккумуляторов к нашему новому корпусу, размечаю где его буду пилить. Пилить буду 480 батным электрическим дремелем и именно алмазным кругом. Практически всегда пилю пластик алмазным кругом. Он путью не пилит, он больше плавит. Но так не разлетаются крошки по всей комнате. Ну вот выпилили и отломали все лишнее. Небольшая примерочка. Как бы чуть-чуть выпирает из корпуса, но я думаю это не критично. Оставим так. Обрабатываю после дремеля неровные расплавленные края канцелярским ножом. Также есть еще небольшая проблемка с этим слотом. Если вставить в него аккумулятор, то вытащить его крайне проблематично. Пальцами подцепить просто невозможно, если только отверткой. Придется его немножко доработать тоже. А именно, хочу попробовать пилить с одной из его сторон пластик, чтобы пружинные контакты были немножко помягче. Да и пальцами можно было подцепить. Попробуем что получилось. Ну вот из одного вроде вытащил, следующий тоже нормально подцепляется, крайний тоже. Все отлично. Настал мой любимый момент разделение плат. Просто тащусь, когда они новенькие, разделять их друг от друга. Но к сожалению нам нужно только 4, все их разделять не буду, потому что хочу спаять их как единую целую плату между собой. Итак, протестируем одну из наших плат, вернее просто проверим, подключаем к microUSB, загорается зеленый огонек, потому что нет нагрузки. Даем нагрузку, загорается красный, все правильно. Также еще хочу проверить, будет ли на распаечных контактах напряжение, если подать его подключив через microUSB вход. И да, напряжение там присутствует, это плохо. Потому что помимо входов microUSB, хотел подключить одно единое дополнительное питание для всех плат сразу. Получается так, что если подключить питание только в один разъем, заработают сразу все платы. Этого нам не нужно из-за высокой нагрузки на источник питания. Поэтому общее питание я решил подключить через полупроводниковые диоды. Диоды подбираю из б.у.шных, поэтому проверяю, у каких лучше пропускная способность. И вот она. Моя прелесть. Обожаю этот паяльник. Он просто... В общем припаиваю 4 диода на плюс, и на всякий случай 4 диода на минус тоже. Как говорится, Машу Каслом не испортишь. Откусываю ножки диодов заподлицо и спаиваю их относительно толстой медной жилой, для того, чтобы плата лучше держалась между собой. Да, кстати, если берете проволоку с трансформатора, обязательно очищайте ее от лака. Верхний слой это лак, иначе у вас ничего не припаяется. Машу Каслом не испортишься. Вот так я сделал единое питание к модулям зарядки через полупроводниковые диоды, чтобы при подключении питания через какой-либо микро-USB не работали остальные три модуля зарядки. Итак, попробуем проверить наше общее питание на платы. Оп, все загорается зеленым. Отлично, значит все работает. А теперь попробуем проверить каждую отдельно. Первая работает. Вторая тоже. Третья и четвертая в деле. Все, все работают. Вот и пригодился нам разъемчик для питания наших модулей зарядки. Это, кстати, стандартный разъем питания 5,5х2,5 мм. Не забываем почистить клюв паяльника. Такой он после двух лет активного использования. Примеряем наш разъемчик в корпус. Почти подходит на штатное место. Немножко подпилим и все будет окей. Ну, примерно так это будет выглядеть. Пластик решил склеить сперва паяльником друг с другом. Хотя пластик слотов неизвестно какой. А пластик корпуса АБС. Но вроде все получается. Все равно для надежности залью все термоклеем. Потому что пружины у слота тугие. Пока вставляю аккумулятор, можно что-нибудь отломить. А вот и косички подъехали. Термоклеем залил контакты, которым нужно было припаиваться. Теперь же через термоклей это будет сделать практически невозможно. Как бы странно это не звучало, но я просулил термоклей. Чтобы просунуть провода на другую сторону и припаяться уже там. Немножко неудобно, но получилось вроде все удачно. Но со второй стороны все гораздо проще. Припаиваемся и все. Ну а теперь самые сложные и неуклюжие. Это проделать отверстия под микро-USB разъемы. У них крайне неудобно для этого форма. А еще нужно соблюсти расстояние между каждым. Ну вот это уже похоже на правду. Правда не совсем красиво. Теперь зачищаем провода. Облуживаем их. Облуживаем контакты на модуле зарядки. И припаиваемся к ним. Главное не перепутать какой провод куда. Соответственно, где написано плюс на слоте, припаиваем оттуда провод B+, на модуль зарядки. Аналогично поступаем с минусом. Примерно так это должно выглядеть. Точнее так выглядит у меня. Ну а теперь опять же на термоклей, куда же мы без него, приклеиваем зарядные платы к корпусу. Да, они будут немного нагреваться, но недостаточно, чтобы расплавить термоклей. Поэтому ничего страшного. Припаиваю провода потолще к разъему питания и соединяю их с платами зарядки. Теперь проверим, работают ли наши платы через гнездо зарядки. Зеленые огоньки загорелись, значит все работает. А вот еще одна моя неудачная попытка в надежде вывести индикаторы наружу. Делал так уже не раз, но в этот раз почему-то не получилось. Свет не просвечивает сквозь термоклей. Немножко стайлинга для потери времени. Дальше немножко зачищу пластик, чтобы было покрасивее. Ну как покрасивее? Чисто так, для самоуспокоения. Так, вроде все припаял, все на месте. Закрываем. По бокам у нас защелки. Щелк, щелк. Передняя часть застегнулась. И момент истины. Да, задняя тоже застегнулась. Ура! А то обычно что-нибудь всегда не сходится. Осталось завернуть винтики и готово. Ну вот, такая коробочка у нас получилась. Коробочка для зарядки литий-ионных аккумуляторов формата 18650. Да, она без балансировки ячеек. Но обычно, когда ячейки раздельные, их балансировать и не нужно. Так как они идут по одной штуке в каких-либо фонариках. Либо в каких-то других устройствах. Каждый микро-USB порт отвечает за свою ячейку. Есть и общий разъем питания 5,5 на 2,5 мм. Который включает одновременно все ячейки. Но для него нужен довольно-таки мощный источник питания. С напряжением в 6 вольт с учетом потерь 4 ампера. Светодиодный индикатор в принципе видно. Не так как хотелось бы. Но понять, зарядился ли аккумулятор или нет, сойдет. И да, чтобы зарядить 4 аккумулятора от микро-USB портов, нам понадобится 4 микро-USB провода. Да, это неудобно, зато бюджетно. Если сделать, чтобы заряжалось все от одного микро-USB, то источник питания может не потянуть сразу 4 аккумулятора. Ну вот, время итоговых тестов. Первый на очереди микро-USB. Вставляем, работает нагрузка идет. Во второй вставляем, тоже работает нагрузка идет. Тестируем общее единое питание. Один аккумулятор, нагрузка идет. Второй аккумулятор, нагрузка пошла. Третий аккумулятор, тоже нагрузка пошла. Четвертый аккумулятор. И тоже нагрузка есть, все в порядке. Вытаскиваем один аккумулятор. Нагрузка пропала, плата в режиме ожидания. Это потребление трех банок аккумуляторов, разряженных до 3,6 вольт. Итого, такой зарядник нам обошелся в 160 рублей, не считая расходников. Как по мне, это охренеть как бюджетно. А самое главное, реально полезная вещь при отсутствии нормального зарядника. Ну, на этом все. Все расходники и инструменты, которыми пользоваться, находятся, как всегда, по ссылкам в описании. Всем до свидания, всем пока. До новых видосиков. Субтитры подогнал «Симон»